Прошла ровно неделя со дня гибели президента Чечни Ахмата Кадырова, но ни одно из последующих событий не сопоставимо с резонансом взрыва на грозненском стадионе Динамо. Правление Ахмата Кадырова не выглядело решением самой болезненной для России чеченской проблемы, но по крайней мере внятно указывало какой путь к решению избрали Москва-Кремль. С назначения в 2000 году Ахмата Кадырова главой временной администрации Чечни, российские власти и лично президент Путин, чем далее тем более делали ставку только на бывшего муфте. При их явной поддержке и устранении серьезных противников Ахмад Кадыров в октябре прошлого года был избран президентом Чечни. Ему позволялось очень жестко и публично настаивать на своих предложениях, в том числе кадровых, и на момент гибели власть в Чечне была выстроена под Кадырова. Ахмата Хаджи взорвали 9 мая во время празднования Дня Победы, а еще накануне говорили о скором выходе из леса Масхадова, и значит в конце сопротивления, из Чечни без Кадырова, чего недавно в России и представить не могли Антон Хреков. Чеченцы говорят, раз жить хорошо не получается, так надо хоть умереть красиво. Главу чеченского госсовета Хусейна Исаева, погибшего рядом с Кадыровым, поминают по мусульманскому обряду. Соболезнование брату, министру финансов Эли Исаеву. Дай Бог, чтобы нам всем можно было бы с такими почестями от народа уйти на тот свет. Родным умершего говорят, да благословит его Аллах. Женщины скорбят отдельно от мужчин, но их громкий плач прорывается через кирпичную стену. Такие вот, если вот будут случаться, народ, наверное, это не потерпит, и я не знаю, что сделают, но очень тяжело переносят. Очень тяжело. На трибунах становится тише. Вот недавние кадры. Раскрошенный бетон, рваная арматура и три пятна крови, там, где сидели Кадыров, Исаев и генерал Баранов. Журналисты агентства «Грозный информ» вновь пересматривают видеозапись. Они сами чуть не потеряли двоих операторов. Эти съемки почти никто не видел. На сцене на полусловии оборвало, вернее, чуть не подорвало, народную артистку Чечни Тамару Дадашеву. Вот-вот к ней должны были выйти дети из танцевального ансамбля. Я спела песню о мире, чтобы в Чечне был мир, согласие, чтобы дети спокойно в школу ходили, чтобы сады были, чтобы парки росли. Он аплодировал в это время, как бы в знак согласия. И после этого этот взрыв. В эту секунду в Чечне настало беспрезидентское правление. У меня на этом размере по сколу. И все в крови нам было. Постыряли бы. Вот она, вот она пошла. У командира чеченского ОМОНа Руслана Алханова это был пятый подрыв. Раньше он был начальником кадыровской охраны. Этот шрам на коже ему всего дороже. В момент взрыва как-то все затмило. Я думал, что я мертвый. Но потом вспомнил, что с нами Козыров скачал. И к нему побежал. Это потом будут делиться догадками. И что фугас будто заложили два года назад. И что проводки вели к соседнему сектору. И даже что у стадиона якобы стояли две какие-то газели с затемненными стеклами. Которые толком не проверили. Еще есть и другие моменты, которые известны Курскому кругу лиц. Курскому кругу лиц. Почему это случилось? А что это моменты? Ну, моменты, скажем, как бы грамотно сказать. То есть интересы партии войны, скажем. У Кадырова было очень много врагов. И в том числе не только среди чеченцев, но и среди тех силовых структур, которые сегодня сосредоточены в республике. И последние конфликты Кадырова непосредственно с военными. Это были связаны с мини-заводами, с транспортировкой нефти. Что Кадыров как бы начал заявлять все больше претензий. Когда Кадыров уже стал врагом Басаева, но еще не другом Москвы, он скрывался в родовом гнезде в Центарое. Тогда, чтобы его убить, хватило бы взвода боевиков. Но охрана брала хитростью. Сегодня Центарой – крепость и крепкость Кадыровской Чечни. Село победившего строительного бума с газом и сносными дорогами. На въезде встречает смертный приговор террористам и ваххабитам. В центре – мечеть с новыми полумесяцами и старыми красноармейскими звездами. Четыре года Ахмат Кадыров ходил по лезвию кинжала. Как-то он сказал своему телохранителю, «Если я умру, то мгновенно, и вы меня уже не спасете». Его смерть стала трагедией даже для тех, кто с ним воевал. Ведь с собой в могилу Кадыров унес и гарантии, которые он давал этим людям. Черенки по четыре человека. Дистанция между подразделениями. Откную. Ахмата убили в воскресенье. До среды длился траур, а в четверг уже присягали Рамзану. Его выдвинули на раз-два. С утра за него у Путина просил госсовет, а к полудню в Центарое, опять же на стадионе, за Рамзана Кадырова выступила вся президентская рать. Послушаешь он и вправду безальтернативный, а глянешься и сомнения прочь. Никто другой так последовательно и самотверженно не сможет следовать пути, заложенному вами и президентом Кадыровым, как сын Ахмад Хаджи, Рамзан Ахматович. Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Президент Путин! Мы с вами. Кадыров-младший теперь первый вице-премьер, чиновник категории «Б», а значит не может совмещать основную работу с иной, кроме преподавательской, научной и творческой. Но его главное творение – служба безопасности, которую называют «кадыровцами». Многие еще год назад бегали по горам, а теперь проводят там операции против незаконных вооруженных формирований, потому что сами уже законные. Поодаль мнется бывший министр обороны Масхадовской Ичкерии Магомед Хамбиев. Такие, как он, избегают слова «сдался», заменяя на «по-хорошему вышел к Кадырову». Вас не смущает то, что теперь вот уже нет человека, с которого можно взять это слово? Я верю Аллаху. Конечно, я хотел бы, ну, хотел бы увидеть Масхадова и поговорить с ним, чтобы вернуть его к мирной жизни. Но мне пока это не удается, не получается. А так у меня нету связи. Средний возраст двух первых лиц Чечни – 29,5 лет. За три траурных дня премьер Абрамов окреп духом и голосом и вслух подсказывает младшему товарищу ответы. Здесь можно сделать феерическую карьеру. Старшие лейтенанты становятся командирами полков. Вот как-то нужно их определять, потому что, если этого не сделать, это уже обуза для республик. Понимаете? Они за 10 лет только и умеют делать, что держать в руках оружие и воевать. Понимаешь? С этим контингентом нужно работать аккуратно. Чеченский университет возрожден в здании интерната. У него была дурная слава. Здесь совершили первое в Чечне похищение. Ректора Канкалика выкрали и потом убили. В мирную жизнь преподаватели и студенты вошли с радостью и с потерями. Срезали боевую надбавку. Мы стабильность, наверное, потеряли. А так, думаю. Дальше что будет, уже неизвестно. Нам просто жалко стало самих себя за то, что у нас такая участь, за то, что мы вынуждены страдать из-за этой войны. Транспарант «9 мая, День Победы» жутковато свисает вдоль главной Гудермесской улицы Ленина. Точнее, уже не Ленина, а Герой России Ахмат Хаджи Кадырова. Власть на местах он тоже выстраивал по-кремлевски, до полной лояльности. Там один из глав администрации села в своем выступлении сказал, я последние два года не выезжал из своего родного села, и приехав в Гудермес, мне показалось, как будто я попал в маленький Париж. Понимаете? В Гудермес, который чеченцы называют Гымси, недавно вернулись цыгане. Говорят, значит, настал мир. В пустых глазницах грозненских окон навсегда поселилась война. Таким город сверху увидел Путин, когда подлетал. Могу сказать, что с вертолета это выглядит ужасно. Правительственный комплекс по совпадению охраняют тоже питерцы. Петербургский ОМОН привез с малой родины президента кошку, технику и тоску по Масяне. Служба как неслась, так и несется в своем обычном режиме. Что на грузовом КП, что на общегражданском. Никаких семей нас не коснулось. Вдоль забора огромная черная надпись «Президент, мы тебя любим». Вместо сдавшегося Масхадова получили мертвого Кадырова. Вышло опять по Лермонтову. Им в память этот день кровавый. Чеченец посмотрел лукаво и головою покачал. Антон Хреков, Александр Еременко, Юрий Честных, НТВ, при содействии агентства «Грозный информ», Чечня. Стойкость неконституционной из-за молодости Рамзана идеи «Кадыров умер, да здравствует Кадыров» вполне объяснима. Только отчасти она связана с влиятельностью тейпа Беной, к которому принадлежит род Кадыровых. Больше с тем режимом власти, который при поддержке Москвы сложился в Чечне. Когда и без нынешнего назначения первым вице-премьером Рамзан Кадыров был фактически вторым человеком в республике, командуя огромной службой безопасности президентской гвардии. Об Ахмате и Рамзане Кадыровых Елена Самойлова, гостившая у них незадолго до покушения. К мая 2004-го и в Чечне, и в России их воспринимали только вместе отец и сын. Собачьи бои в перерывах между боями хозяев. Здесь псов-победители называют волками, а проигравших – грязными собаками. Раз в неделю на окраине родового села Ахмата Кадырова собираются бывшие непримиримые враги – те, кто вышел из леса и те, кто за ними охотились. Все они теперь в дружине Рамзана. Светский отдых бойцов президентской службы безопасности – это время, когда молчит рация. В багажниках легковушек, сок и гранатометы, спортивный костюм и военная форма. Московский миллионер Михаил Гуцереев давно хотел восстановить в Грозном родную школу и построить больницу. Накануне 9 мая пришло приглашение от Ахмата Кадырова. Чтобы оставить память о членской службе, я хочу тоже вам приплатить этот маленький. Прием и подарок – кавказские, а суеверия – русские. Монеты. Монеты. Да у нас русская так положено. Прощались быстро. Долгие проводы и лишние слезы на Кавказе не приняты. Тем более, что договорились встретиться сразу после Дня Победы. А вы оставите? А мы местные. Хорошо, что это следующий раз. Пока Ахмат Хаджи занимается высокой политикой, Рамзан Ахматович просвещает массы. Президент однажды сказал, Чечня готова простить почти всех заблудших в лесу. Сын за отца в ответе. Вот и ходит в гости к бывшим врагам. Да, нормально здесь. Я вместе с бывшим командующим, министром обороны собрал всех. Одну кучу, и здесь хотим сейчас дать интервью. Боксерская груша, штанга и гантели в этом дворике появились два месяца назад, когда вернулся глава семейства. Бывший министр обороны Чкерри Магомед Хабиев в лесу провел несколько лет. Там тренировался в лагерях боевиков, оттуда вел борьбу с нынешней властью. Теперь именно он страхует Рамзана. В этом доме теперь всегда собираются бывшие. Начальник личной охраны Масхадова Шаат Турлаев, известный как Седой Сейфула, решил сдаться, когда уже не мог бегать по горам. Из-за ранения начала с гангрена ноги. Хорошо было бы, второй ноги не было бы. На шутки Рамзана Турлаев не обижается. Ведь Кадыров Младший на руках нес в больницу сдавшегося противника. Мы не бандиты. Когда-то мы начали завоевать в свободу, независимость. Но не получилось, мы проиграли. Нам долбили. Ну, Рамзан раньше понял, он потом понял, он потом понял, я потом понял. Ну ладно, не получается. Бывшие боевики, а теперь боевые товарищи Рамзана не любят шутить, когда речь заходит о старшем Кадырове. Они всегда соглашаются. Ахмад Хаджи наш президент. Ахмад Хаджи, а вот как вы можете вообще доверять людям, которые еще вчера были на другой стороне дворика? Вот они сдаются, приходят к вам и сразу становятся вашими сотрудниками службы безопасности. Нет, это совсем не так. Они сразу не становятся службами сотрудник службы безопасности, здесь, который занимается и другими делами. А вот как это было, получается? Мы долгое время были вместе. Ели, пили. Одно мышление, мнение, все это было. Было это, наверное, где-то до 98-го года. Я все это перелистывал, передумывал, что это на самом деле происходит. И сегодня не появляется вот такая вот ненависть к некоторым из них. В центре Гудермеса на каждом уцелевшем здании признак сильной власти. Под призывами всех в спортзал подпись Ахмата Кадырова. А единственный чеченский спортклуб называется «Рамзан». И это радует меня. Радует меня, потому что у нас последние 10-11 лет все это было забыто. Все это было заброшено. Никакого внимания не было. И теперь я поставил задачу такую. Мы свои таланты, мы свои силы, мы свои возможности должны показывать на спортивной тарене. Вольная борьба – любимый вид спорта чеченцев. Среди зрителей часто бывает сам президент, а на ринге меряются силы сына с новыми боевыми друзьями. Они снова сдаются. В Удурнирском офисе «Рамзана» портреты главных для него авторитетов президента Кадырова и президента Путина. Они сурово смотрят с фотографий, холстов и даже с ковров. Если там будет другой, то ситуация совсем по-другому. Это благодаря ему сегодня в данной ситуации. Кадыровый Путин? А, да, я уже вообще. На кладбище в Центарое лес высоких шестов. Рамзан часто приезжает к могилам погибших в газовате родственников. На кладбище еще много свободного места и здесь сыну чеченского президента, о котором уже слагают песни, не верится в скорый конец войны. Кадыровым старшим. Это тот редкий день, когда для президента нет ничего важнее внучек. Все ушли на фронт. Хути! Хути! Вот красавица! Хути! Ишь это она, где же он кричит-то? А, бля-бля-бля! А, да, и жди! Свой большой дом Кадыровы всегда называли крепостью. Только здесь они чувствуют себя в полной безопасности. Рядом казармы бойцов президентской охраны, а внутри никогда нет посторонних. Частная жизнь президента скрыта за высоким забором. Только здесь он, как дедушка, добрый и слабый. Елена Самойлова, Вадим Токменев, Сергей Кузнецов и Константин Никитин. Телекомпания НТВ. Чечня. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok